Всем привет, друзья мои! Снова приветствую вас на своем канале, всех моих зрителей. Сегодня я хочу рассказать вам о случае очень серьезном, который произошел со мной 13 марта, в пятницу 1999 года. Ну вот сейчас ровно 21 год назад. Поэтому давайте мы сначала послушаем то мое видео в прошлом году, в это же самое время, и потом я вам расскажу продолжение. Привет, друзья мои! Ой, знаете, сегодня что-то у нас прям, наверное, будет отнюдь непозитивное видео. 13 марта, ровно 20 лет назад, в 1999 году, я попала в больницу с острым приступом аппендицита гнойного. Это я вот уже сейчас знаю, что у меня был приступ гнойного аппендицита. А тогда я понятия не имела. Я была здоровой очень, я занималась спортом. В общем-то, знаете, бегала, как говорится, и ничего, и никогда своим здоровьем серьезно не занималась. Ну потому что была здорова. В 1999 году мне было 44 года. Я помню очень хорошо, когда я попала в больницу, попала на операционный стол, и прежде чем меня резать, там один, значит, хирург сказал, ну, женщина сравнительно молодая. Мне понравилось вот это вот его высказывание, сравнительно молодая. И вот вы знаете, как сказать, ну, 20 лет прошло с той памятной даты. Как-то я старалась ее забыть, потому что я тогда просто за малым не умерла. Вот вы знаете, сейчас вкратце расскажу, если вы хотите. Но это была такая история, что тут, конечно, опять же, хоть роман пиши. Потому что я побывала, и в клинической смерти у меня была. И, в общем, как там меня спасали после того, как запустили врачи эти. Это было, опять же, в Архангельске. И я вот 13 марта, пятница, как сейчас помню, пришла на работу, ни о чем не подозревая. А у меня до этого немножко бывало, что когда быстро ходишь, покалывала в правом боку. Ну, покалывает и покалывает. Я как-то, вы знаете, не обращала особенно внимания на это. И вот утром я пришла на работу, и вдруг у меня случился просто дикий приступ в 9 часов утра. Приступ. Такое впечатление, что мне, знаете, ножи воткнули резко в живот. И я почувствовала ужасную, острую боль. Даже не могла понять, что случилось. Когда я тут... Меня увидели мои товарки, как говорится, те, кто со мной работал, сослуживцы. Говорят, ну, на тебе лица не было, ты была просто зеленая. И вцепилась в крышку стола. Сидела, не могла пошевелиться. Ну, и они вызвали скорую помощь. Меня скорая помощь привезла в приемный покой. Естественно, в больницу. А в больнице очередь ужасная. 99-й год. Все в развале в таком. Я не знаю, как в других местах, но в Архангельске было просто ужас. Не было ни лекарств, никаких медикаментов. Ничего, друзья, вообще не было. И врачи, наверное, на собственном энтузиазме что-то как-то там пытались сделать. Ну, и как-то получилось так, что, понимаете, вот я вот не знаю. Я потом, когда все это меня прокручивала и думала, ну, хорошо, я не знаю, что такое приступ аппендицита. Но врачи-то же должны знать. И потом человека привезли с острой болью живота. И что я сидела в очереди. Была там чуть ли не 12-я. А там кто-то сидел на мизинчике, там что-то порез какой-то. У кого-то ноготь на ноге там загноился, еще там что-то. Какое-то рожистое воспаление там у женщины было на ноге. То есть, понимаете, ну, это такие вещи, которые не требуют какого-то срочного вмешательства. Но когда у человека острый приступ живота, я не знаю, может быть, потому что это со мной случилось. Но я считаю, что такие вещи все-таки как-то надо было посерьезнее отнестись. Ну, и я просидела там, представляете, до двух часов. С девяти утра до двух. Потом, в конце концов, когда ко мне подошел врач приемного покоя этого приемного отделения. Молодой совсем. Оказался он неопытный. И он меня стал посылать, когда я сказала, что у меня живот, значит, болит невозможно. Я говорю, вы знаете, я уже тут столько сижу, что дайте мне что-нибудь, может быть, какие-нибудь просто обезболивайся. Да я пойду домой, полежу, потому что мне очень уж плохо. Ну, вот, наверное, может быть, единственное, что хорошо, что он меня домой не отпустил. Ну, и, в общем, тут что говорить. Он сначала послал меня к гинекологу, как обычно, потом к урологу. Вот, никто, ничего, все тут меня проверили. Я ходила взад-перед по лестницам сама на четвертый этаж. На все эти обследования прошло еще два часа. Уже было четыре. Боль у меня не прекращалась. Ну, и, в конце концов, так как диагноз он поставить так и не мог, то, значит, мне папа сказал, что идите на лапароскопию. Лапароскопия – это протыкается живот, и вот, значит, определяется, что и к чему. И когда меня привезли на лапароскопию, я помню, вернее, я пришла туда, и там такой бравый доктор, симпатичный, молодой, такой, с бородкой, и хи-хи-ха-ха, увидел мой животик и говорит, ой-вы-вы, как мне жалко, такой красивый животик, сейчас придется прокалывать. Ну, и, в общем, если я прокалю, если вдруг что, так вы меня тут, ради бога, не хватайте ни за какие причинные места. В общем, попытался пошутить, я лежу, мне не до смеха. Ну, и когда он, значит, вот протыкает мне живот и с камерой попадает внутрь, то у него вдруг весь смех прекратился. Он выскакивает, бросил меня, оставил на столе, вылетает туда и кричит матами такими, а мне все слышно. Он кричит, мат-перемат, кто эту женщину ко мне привез? Ну, там забегались, что случилось, что случилось? Он говорит, у нее же гнойный аппендицит лопнул, и у нее такой перитонит, что гной уже чуть ли не в этих почечных пазухах. Представляете? И вот как они тут все забегались, как они тут все, меня, значит, сразу на коляску, ни в коем случае не двигайтесь, не шевелитесь, а что ж мне шевелись, не шевелись, если я уже, говорю, на четвертый этаж сама ходила, и когда у меня этот лопнул аппендицит, не знаю, с утра или когда, ну, в общем, тихий ужас, и я вот это услышавший такой же диагноз, который он мне сказал, я поняла, что дела мои плохи. Ой, боже, и вот они бегают мимо меня, я хватаю за руки всех мимо пробегающих и спрашиваю, так что, так что, так что, расскажите мне, пожалуйста, что со мной случилось? Я что, теперь умру? Ну, и мне все говорят, ничего не знаем, ничего не знаем, типа того, что вскрытие покажет. Вот разрежет хирург, тогда увидим, сейчас ничего не знаем. Ну, на всякий случай, дайте нам телефон ваших родственников, чтобы было сообщить, кому за трупом прийти, но я это в скобочках говорю. И вот, и мне сделали операцию. Операцию делали, даже до конца я не знаю, не могу точно я узнать, то ли 10 часов делали мне операцию, то ли 12, как-то так. В общем, с 17 часов, с 5 часов вечера, и что-то такое, аж до 4 утра или до 3 утра, как-то так, до глубокой ночи, представляете? То есть, они меня разрезали вдоль и поперек. То есть, вернее, как, они меня разрезали вдоль. Вдоль от самого начала ребер и до самого конца. И вот, что там происходило, что там было, я, конечно, не знаю и не видела. Но когда я очнулась, боль была такая, и живот у меня горой возвышался. И боль была такая, что было впечатление, что мне, знаете, от костра угли натолкали в живот и зашили. И вот эти вот угли у меня там просто горят внутри. Ну, в общем, друзья, был тихий ужас. Вот они меня сначала довели тем, что не могли поставить диагноз, а потом все дружно 2 недели меня спасали. И в реанимации у меня была клиническая смерть. И потом, когда мне сказали, что... А, потом, когда я кое-как выкарабкалась, а выкарабкалась я только в связи с тем, что у меня здоровье было замечательное. Вот. И никогда ничего не болело. Сердце мне посадили после этой операции, потому что наркоз, вы знаете, действует убийственно на сердце. А когда так долго, то уж тут тем более. После этого у меня начались проблемы с весом, проблемы с сердцем. и вообще удивляются до сих пор, что у меня вот такой вот огромный шрам через весь живот, и что у меня не случилось ни грыжи, ничего. Что такое, в общем, мне говорили, что, не дай бог, нельзя ничего больше 3 килограмм поднимать, и никаких уже упражнений делать нельзя. Но я сразу попыталась забыть это все. Конечно, очень долго была реабилитация. Ну, а если, вот я еще раз говорю, вспоминать те времена, что там происходило, что там не было лекарств абсолютно. Не было даже перевязочных материалов, не было капельниц. И все это мне приносили мои друзья. Вы представляете, в больницу. Покупали сами и приносили. И даже я помню, что вот представляете, такой огромный шрам, вот это вот все разрезано, все зашито там нитками, белыми нитками. И как там это все, как перевязывается, я даже вообще-то не знаю. Но у меня, как было перевязано, у меня была просто положена какая-то марля, вот на этот вот жуткий мой разрез. И потом, значит, простыней просто сверху, узлом завязано, меня стянули простыней, и связали вот таким узлом здесь наверху, как бы стянули, чтобы вот это все в кишке не расползались. Просто простыней. В общем, это были, конечно, кошмары. Вот. А потом, когда мне сказали, что после таких операций выживает всего то ли 3, то ли 5% пациента, потому что начался перитонит, у меня началось заражение кровью, мне кровь переливали дважды. В общем, были тихие ужасы. Потом мне делали капельницу в артерию, в паховую артерию, потому что срочно надо было, у меня перистальтика не работала. Ну, в общем, там хватало интереса. А девочки, медсестры, которые работали в реанимации, у меня была дверь открыта всегда, потому что мало ли что случится, спать я не могла, я боялась, что я засну и не проснусь. Да и потом вот эта жуткая боль мне не помогали, там никакие их обезболивающие. Не знаю, что они мне там, морфи кололи или что, но в общем ничего не помогало. Вот. И девочки собирались так возле двери моей, молоденькие медсестры. Некоторые плакали даже. И вот потом, когда я начала немножко отживать, они мне стали рассказать, когда я стала спрашивать, говорю, девочки, а что вы плакали? Они говорят, мы просто видели, как вам делали операцию, что там вот чуть ли ваши кишки были по всей операционной развешаны. И мы пришли посмотреть, что неужели эта женщина выживет после всего, что с ней сделали. Я говорю, ну да, наверное, что вытащили, пополоскали в тазики кишки, да и обратно запихнули. Но запихнули, видно, не очень удачно, потому что живот торчал горой. Ой, в общем, друзья, это была жуткая история. И как потом мне, потом, когда я оклемалась и стали ко мне, вы знаете, водить, ну, с моего разрешения, пришли мне и спросили, доктор, там главврач главный, там все знали меня уже, он пришел и говорит, а можно мы, Галина, к вам будем приводить студентов? У них там медицинский университет, медицинский институт в Архангельске. Можно мы будем вам к вам приводить студентов? Вы будете рассказывать, как вы себя довели до такого состояния. Я говорю, а разве это я сама себя довела? Странно. И вот ко мне приводили толпами студентов с блокнотами, которые там смотрели, слушали. Есть у меня перистальтика, нет перистальтики, слушали мой живот, удивлялись, поражались. А профессор им объяснял, что вот посмотрите, что всего 2% пациентов с таким заболеванием перитонит в последней стадии. Живут 2%, а женщина сравнительно молодая вот выжила. А до этого неделю назад, 27 лет, мужчина, парень молодой, от такой же точно операции он скончался. В общем, было весело, друзья. И вот оказывается, что это случилось ровно 20 лет назад. Я рассказываю сейчас со смехом, но, понимаете, мне было отнюдь не до смеха, и еще неизвестно, чем все это мне аукнется. Я просто даже стеснялась куда-то на пляж выходить, а потом наплевала. И даже в открытые купальники хожу, не обращая внимания на свой шрам. Но он у меня остался. Некоторые с интересом оглядывают меня, знаете. Как что, друзья, вот такое видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok